Новоселы, приехавшие из южных регионов, в северные жалуются на плохое качество жилья. Дома для переселенцев в Айртаусском районе северо-казахстанской области построены с нарушениями всех строительных норм. Зимой в них холодно. К тому же не предусмотрена инфраструктура, а нет дорог и водопровода. Проверить факты поручил Касым Жмартукаев. Теперь вопросом займется администрация президента. Многодетная мама из Сарагашского района Туркестанской области Жазера Ракишева рассказывает, такой встречи они не ожидали. Зимой с шестью детьми приходилось спасаться от холода в кухне. Зимой очень холодно. Вместе с детьми все жили в одной комнате. Здесь готовили еду, здесь и спать укладывались. Комната быстро остывает, холодом тянет. И с пола, и с потолка. В этих домах, построенных на окраине села, сейчас живут 36 семей переселенцев. Все новоселы жалуются на качество жилья. По их словам, возвести такие дома могли только люди, далекие от строительства. К примеру, потолки в наших домах. Кровля хлипкая, над балками доски, укрытые слоем стекловаты. Крыша, если полезешь чинить ее, просто провалится. Когда потеплел и снег начал таять, с потолка вода полилась. Проблема с питьевой водой. Ее приходится привозить самим. Улицы не освещаются, дороги нет. Даже мусор отсюда не вывозят, а общественный транспорт не доезжают. Местные власти отмечают, дома строились зимой. Отсюда и огрехи в качестве. Строительные недочеты подрядчики исправят до июля. А дорога и водопровод уже в планах. У нас есть три года гарантий. В данное время на 10 домов уже подрядчик ушел работать. На эти 23 дома подрядчик выходит завтра. В водопровод в данное время на те дома центральная линия проложена. Сейчас подсчитали на эти дома, которые 21 дом остался. На 21 дом выходит 7 миллионов. Сейчас закладываем чисто по теплотрассе. Как закончится посевная, с помощью крестьянского хозяйства и ТО будут положены дорожное полотно со щебня в данное время. По заверениям местных властей, сельчанам остается только ждать. К слову, до сегодняшнего дня на север переехали 200 семей. По квоте в этом году в регион приедут еще 700. А это 2500 человек. Потокос Базарбаева, Анатолий Полянный, Североказахстанская область, Хабар, 24.